Блэк Раша Я получил сообщение от дяди Михалыча, что мне нужно отправиться на шахту, потому что я его выбрал. Он мне показал, где арендовать скутер и попросил его взять и далее поехать на шахту. Графика этой игры меня действительно поражала, учитывая то, что это мобильный проект, в который вы можете присоединиться по ссылке в описании и играть прямо со мной в онлайне. Никогда не думал, что на моем телефоне может появиться такая игра с крутой графикой, где я в свободное время смогу поиграть со своими друзьями. А конкретно в эту игру я буду играть с вами, друзья. Ну а скачать вы ее сможете по ссылке в описании. Если вы, конечно, будете показывать хорошую активность под этим видосом, то вскоре я буду разбавлять контент этой игрой на своем канале. Итак, арендовав скутер я еду до шахты. Вот спустя несколько секунд я уже здесь. По приезду мне приходит сообщение от дяди Михалыча, в котором он мне объясняет, как устроиться на работу и рассказывает пару полезных вещей, что работа находится в зеленой зоне и здесь мне другие игроки не смогут причинить вреда. Хорошо, дядя Михалыч, я тебя понял и я в принципе готов приступать к работе. Я подошел к метке входа шахты и зашел в шахту. У входа стоял прораб, которому нужно было подойти, чтобы взять форму. А также справа табличка с информацией. Я успешно с ней ознакомился и подошел к прорабу, чтобы взять форму. Он попросил меня ввести вот эту капчу и после чего выдал мне форму. Моя задача это заработать тысячу рублей. Подхожу к месту добычи руды и добываю все, что там находится. И спустя несколько секунд я добываю какой-то камушек. Моя задача отнести этот камушек к той тележке, которую вы видите на своих экранах. После чего на баланс мне начисляют деньги. Таким образом я должен заработать тысячу. Работа довольно-таки прикольная. Пока что для моего уровня этого в принципе хватает. Потому что я бомж и мне каким-то образом хотя бы где-то нужно добывать бабки. Надеюсь в этом ролике я смогу стать хотя бы более-менее успешным человеком. И окончательно закончить эту черновую работу. Потому что здесь работать я долгое время не собираюсь. Когда я отнес последний камушек, мне высветилось выдавление дяде Михаилу. Чтобы я поскорее закончил работу, сдал форму, забрал зарплату и вышел на улицу. Подойдем к прорабу, закончим работу, забираем свои бабки. Он нам дает 1194 рублей и выходим на улицу. Кстати, также мне бонусом дали 3000 здесь очень хорошего капа, поэтому мне очень нравится это. На балансе у меня уже 7394. После того как я взял скутер, мне опять-таки пишет дядя Михаилович и говорит, чтобы я поехал в магазин ближайший. Для того, чтобы я купил себе мобильный телефончик. Не забывайте, что я прохожу обучение и учусь играть в эту игру. А вам это будет тоже полезно. Здесь я подошел к кассе и приобрел для себя телефон. Далее мне дядя Михаилович объяснил, как же вставить туда симку. Для этого мне пришлось всего лишь открыть инвентарь, нажать по симке и нажать кнопку использовать. Ничего сложного в этом нет. Думал на этом все, но дядя Михаилович также заботится о моем здоровье. Посмотрите на мою шкалу здоровья слева от карты. Михаилович также посоветовал мне купить аптечку, чтобы я захилил свое здоровье. Скажем так, подлатать себя. Делается это тоже через инвентарь. Открываем инвентарь. Далее используем аптечку и все, мы живы и здоровы. Михаилович намекает нам на то, что нам нужно взять новую одежду. Мол, якобы я не взял с собой старую одежду, поэтому езжай в ближайший магазин одежды и покупай себе что-нибудь. К счастью, это место было неподалеку и доехав до этой локации, я зашел в магазин, чтобы посмотреть всю одежду. Я был удивлен количеством скинов, которые находились в этом магазине. От большого количества у меня они даже не прогружались, поэтому приходилось ждать, чтобы это все прогрузилось. Ведь я играю в первый раз. Кстати, напишите в комментариях, как я справляюсь с этой игрой для новичка. Пролистав всю одежду до конца, я вернулся к первоначальному варианту, потому что денег у меня совсем нет, но купить что-то стоящее мне нужно. И я остановился на вот таком вот скине за самую минимальную плату. Вроде бы выглядит неплохо, но в будущем мы будем стараться улучшать своего персонажа, а также зарабатывать много денег. Деньги, которые я потратил на покупку этого скина, мне вернули, то есть начислили 5000 рублей на баланс. После чего мне приходит сообщение дяде Михайловичу, что надо получить права, поэтому едем в автошколу. Путь реально был очень долгий, но я еле как туда добрался. По приезду я не смог даже войти в автошколу, потому что у меня были штрафы, меня попросили оплатить штрафы. Благо сумма небольшая, всего лишь 400 рублей, честно говоря, в начале я очень сильно испугался, когда это успел нарушить. Оплатив штрафы, я зашел в автошколу. Тут мое удивление еще не заканчивается, я был настолько сильно ошарашен, что кто вообще заморачивается над автошколами? Так, здесь конкретно есть свои кабинеты с экзаменами. Ну а то, что меня действительно поразило, это правила из реальной жизни. То есть все правила, которые установлены на Блэйк Раша, это правила в реальной жизни. И я тут подумал, если мои зрители будут играть в эту игру вместе со мной, изучать эти правила, то когда они вырастут и настанет время получить права, в автошколе, в реальной жизни они это сделают просто на изи. Я это говорю вам как человек, который сдал на права с первого раза. И теорию, и практику. Поэтому за это Блэйк Раша вам респект. Я сидел и минут 10 ознакомился с каждым знаком, с каждым правилом этого сервера. И когда я уже убедился, что все совпадает как в реальной жизни, я пошел сдавать на права. Потому что я в реальной жизни их уже сдавал, и здесь сдать для меня проблем не составит. Но даже тут они меня удивили. Здесь для меня сделали настоящий экзамен, как в реальной жизни. У меня было 15 вопросов и 15 минут. За это время я должен был справиться. В реале на экзамене можно допустить две ошибки, но за это вам дают еще дополнительные вопросы. Не знаю, как здесь обустроено, но я вроде бы все сдал. Возможно, где-то я допустил одну ошибку. Но это уже не важно, потому что права у меня уже лежали в кармане. Ну, почти. Осталось лишь сдать практику. Практика меня тоже очень дико удивляла. Все как в реальной жизни, как я вам говорил в прошлый раз. Сначала вы сдаете права, ну, обучаетесь на автодроме. А после проезжаете уже в город. Мы проезжаем препятствие подъем, где обязательно нужно останавливаться. Стоп-линия на подъеме. И важно, чтобы ваша машина не отъехала назад на несколько секунд. Стоп-линия означает, что всегда нужно останавливаться. Проходим следующее испытание под названием «Змейка». Вроде бы так она называлась у нас, когда я сдавал права в автошколе. Тут даже обучают приему гараж. Это такой приемчик, где нужно задом встать вот в этот промежуток. Напоминаю, что перед знаком «Стоп» тоже нужно обязательно останавливаться, даже если нету линии. Ну, а также маневр, который называется «Боковая парковка», в которую надо опять-таки встать задом. После успешного маневра на автодроме меня выпускают в город, где нужно конкретно соблюдать каждое правило. Малейшая ошибка, и мне это все надо будет проходить заново. И теорию, и практику. Я двигался очень аккуратно, не превышал скорость выше 60 км, а также на каждом повороте я включал поворотники. Как и в реальной жизни, я все сдал с первого раза. Ура! Права категории «Б» получены. Михалыч сообщил, что в любое время мы можем вернуться сюда и получить категории другого типа. А, С и так далее. Ну, я знаю, что они нам в будущем пригодятся, потому что здесь есть куча разного транспорта. К примеру, если мы решим устроиться на работу дальнобойщика, нам придется получить уже категорию грузовых автомобилей. А будут ли подобные видосы у меня выходить на канале, зависит все от вас. Давайте для начала попробуем набрать 300 лайков под этим видеороликом. Ваши советы, ваши комментарии, все, я это буду читать. И у меня к вам будет небольшая просьба после того, как вы поставили лайк и досмотрели этот видос. Пожалуйста, подпишитесь на мой телеграм-канал, ведь там я буду публиковать все новости про Блэк Рашу. Скорее всего, на этом сервере я буду развивать своего персонажа, играю на сервере Владимир. Ну, а если я решу подключить стримы по этой игре, то мы будем стримить на каком-нибудь другом сервере. Сервер вы тоже можете выбрать в комментариях. Кстати, права нам выдаются на 30 дней, и каждый месяц мне надо будет их сдавать. И после всего этого мне приходит сообщение от дяди Михайловича, и он мне говорит, чтобы я поехал в автомагазин и купил себе автомобиль, и сверху дал еще 10 тысяч. Ребята, я уже чувствую себя богатеньким, почти 25 тысяч рублей на балансе, и теперь наша задача это купить для себя автомобиль. Этим мы займемся в следующем видеоролике. Конечно же, если вы наберете под этим видосом 300 лайков. Я надеюсь, мне трактор не придется покупать, поэтому напишите в комментариях, что за машину мне лучше взять, и какую вообще можно приобрести за такую сумму. Спасибо вам огромное, друзья, за просмотр этого видеоролика, я буду на этом заканчивать. Играл я на сервере Владимир. Надеюсь, видосик вам понравился. Такой опыт у меня впервые в съемке этого видеоролика, поэтому я думаю, я буду улучшаться с каждым видосом. Всем спасибо за просмотр, ждите новые видеоролики, и не забывайте подписаться на мой телеграм-канал, ведь все новости будут именно там. Всем пока-пока.